приветствую обзор анализ прогноз криптовалют пока биткойн находится по торговке некоторые альткоины хорошо себя проявляют давайте посмотрим что еще интересного происходит на рынке посмотрим интересную статистику главные события новости криптовалют за 24 часа по объему торгов по-прежнему сэндбокс и децентралэнд находится в топе сразу после биткойна и эфириума наибольшее падение показывает монета coin крипто ком а наибольший рост у проекта гала давайте сразу же посмотрим ее на графике прошлый раз когда мы рисовали структуру мы находились примерно вот здесь рисовали зону коррекции благополучно ее коснулись и направились дальнейший рост но рост у нас оказался не просто завершением пятой волны так давайте удалим отработавшую структуру и зоны и посмотрим что у нас сейчас рисует гала если открыт месячный график то здесь просто какой-то дикий памп причем объемы меньше чем в начале это достаточно опасно также видим что на этом росте объемы все меньше и меньше тоже не очень хорошо по-прежнему здесь имеем дивергенцию и по объему и по индикатору что говорит о скорой остановке роста однако же эта остановка может быть всего лишь для того чтобы скорректироваться и направиться на ценовые уровни повыше потому что на данный момент сейчас просматривается вот такая структура и завершение роста на данный момент это завершение третьей волны если смотреть например часовик то здесь явный треугольник а он является предпоследней волной структуры старшего порядка сейчас мы вполне вероятно дорисовываем еще один импульс который может завершить третью волну однако же даже он показывает у нас растяжение на мелких таймфреймах пока не хватает пары волн для завершения структуры целевая зона вот этой зеленой структуры зеленой третьей волны находится на уровне 08 поэтому с наибольшей вероятностью еще будет один прострел и уже коррекция вот на эту четвертую волну после чего снова перехай для окончательного завершения третьей волны пока вот такая ситуация просматривается на монете гала но если смотреть цену биткоина то ноябрь у нас по-прежнему минусовой на истории видим что обычно он у нас бывает плюсовой чаще всего пока ведет он себя не так как на это многие рассчитывали минус 5 половин процентов за ноябрь а вот эфире уже выбрался из минусовой зоны и за ноябрь он имеет почти плюс 2 и 2 процента на данный момент зеленой зоне последнее время шартовые позиции по биткойна хорошо набираются как видели в последних роликах сотни и десятки процентов прибавлялись сегодня всего плюс 5 и 4 ланге плюс 1 и 7 процент идет набор как мы видим динамики и лангов и шартов шартов конечно же побольше индекс страха и жадности сегодня на цифре 32 немного снизились вчера была цифра 42 но по-прежнему в зоне страха 100 тысяч трейдеров было ликвидировано за последние сутки забрали у них 273 миллиона долларов опять чуть больше 50 процентов это лангисты у них забрали 150 тысяч уж артистов 120 второй день подряд объемы ликвидации понижены хотя количество трейдеров которых ликвидировали достаточно высокое выше среднего grayscale как неудивительно порадовали новыми закупками они купили монету мана также приобрели монету bet давайте посмотрим графики этих монет сперва мана казалось бы мы находимся на хаях но grayscale предпочитают на этих хаях закупаться и делают это не не просто так хоть мы и находимся в зоне разворота но за последние сутки они сломали индикатор теперь здесь нет дивергенции объемы здесь так скажем не ниже чем предыдущие подросли а это значит что если здесь и будет какая-то коррекция то она будет незначительные перспективы у маны децентралэнда конечно же есть даже при завершении третьей волны нас ждет еще пятое и все это в рамках только третьей волны но и никто не отменял растяжение этой волны вот такая ситуация здесь дивер пропал но из зоны мы пока не вышли по-прежнему здесь оптимальная зона для разворота вот этой третьей подволны и с учетом того что здесь дивергенция пропала скорее всего мы увидим растяжение и эту третью волну также увидим на ценовых уровнях намного выше а намного выше это где выше это в районе 7 долларов на данный момент следующий уровень для 3 волны находится на 7 баксов вот эту коррекционную зону пока удаляю потому что х и обновились и рассчитывать ее будем обновлять ее будем чуть позже пока движение наверх и цели ставить нужно наверху посмотрим еще монету bet который grayscale себе в портфель снова купили и видим мы хорошую такую ракету которая отлетела почти от скользящей средней на четырех часах вот на этом уровне нужно быть повнимательней конечно потому что уже два раза отсюда такие мощные откупные тени мы видели при этом объема все ниже ниже индикатор ниже и это такое своеобразное поджатие идет и если мы сейчас пробиваем этот уровень на данный момент как раз к этому все идет и закрепляемся то монеты bet также есть хорошие перспективы на дальнейший рост если например смотреть на дневках то вот это последнее движение хорошо укладывается формирование импульса расчетная зона завершения 3 волны совпадает с уровнем сопротивления но однако же после него еще вполне вероятен импульс в волне 5 если на долгосрок то здесь перспектива монеты bet есть я думаю грейс к это прекрасно понимает и видит вот эти объемы и поэтому решили закупиться если же смотреть какой объем сейчас находится монеты мана у грейс кейлтон постоянно только увеличивается большое количество они купили 1 апреля и с тех пор понемногу только увеличивают если есть продажи то и дни очень очень маленькие аналогичной ситуации с монетой bet 1 апреля купили большое количество докупились 25 июня и также периодически приобретали не сливая данную монету а что у нас популярностью биткоина google трендах неудивительно что снова мы пошли вниз для того чтобы нам взбодрить эти google тренды хорошо бы сделать перехать на последнем перехать вот этот рост мы и видели как только bitcoin делает перехать как только о нем начинают писать все кому не лень сразу же появляется интерес но о чем говорит нам этот график о том что хайпа по сути еще толкового то и не было а хайп нфти на данный момент судя по google трендом разворачивается идет вниз пока что интерес к сфере nfc угасает пометок все резко начали интересоваться мета вселенными а какое настроение у пользователей twitter касательно биткоина здесь краткосрочные мувинги резко пошли наверх тем самым потянув за собой долгосрочные мувинги и в общем намечается тенденция на позитив то есть казалось бы мы на дне шарты растут а настроение у пользователей twitter позитивное все рассчитывают на дальнейший рост думаю что коррекция завершилась посмотрим как будет на самом деле но это не очень хороший факт когда большинство людей рассчитывают на позитив скорее всего им его могут и не дать по-прежнему пользователи twitter больше всего интересует монета шиба почти 32 процента записи именно о ней на втором месте эфириум чуть более 20 процентов и на третьем месте монета соул почти 7 процентов bitcoin по-прежнему на четвертом все помните предсказания плана b это человек из твиттера который предсказал цену биткойна еще в начале лета и пока его предсказания сбывались в августе 47 сентябре 43 в октябре 63 в ноябре он ждет цифру 98 тысяч долларов за bitcoin и в декабре 135 и вот здесь предположили что он также связал свои цели с 2017 года просто увеличил порядок в семнадцатом году в августе было 4 700 а он заявил 47 так и было в сентябре было 4 300 план b заявил 43 снова совпало октябрь 6 400 план б почти также 63 чуть меньше начал уже занижать планку потихоньку в ноябре было 9 900 у нас же 98000 и в декабре в семнадцатом году было 13900 а план б прогнозирует 135 хоть он об этом не заявлял но параллель семнадцатом годом даже найти на и здесь ценовые уровни уже полугода идут параллельно 2017 годом а что может послужить тому чтобы все это воплотилось в реальность и в двадцать первом году мы все-таки повторили успех семнадцатого года так вот сантимент нам заявляет что киты закупаются и вот на этой коррекции происходит увеличение кошельков на которых находится от 100 до 10 тысяч биткоинов судя по истории товарищи это не глупые вот здесь например цена шла наверх они уже начали потихоньку сливать когда цена пошла вниз они начали набирать тоже почти на хаях киты начали сливать разгружаясь и сейчас на коррекции когда может возникнуть паника они начинают набирать судя из истории скоро цена пойдет вверх и киты снова заработают а на данном графике изображен логарифмический тренд биткоина выглядит он как просто прямая линия и на истории мы видим что с самого начала цена движется вдоль него то вверх то вниз то вверх то вниз но всегда вдоль него и на данный момент мы находимся внизу а это значит что когда-нибудь до отсюда мы вылезем и направимся наверх и даже мы если просто коснемся сейчас этого логарифмического тренда то это у нас 100000 поэтому эту цифру уже ждут как будто бы это само собой разумеющийся потому что даже при минимальном росте и возврате к этому тренду мы уже будем на 100 тысячах а скорее всего даже и выше потому что обычно тренды завершаются выше этой прямой линии какой график еще у нас растет по ходу роста биткоина это установленные bitcoin банкоматы вот здесь у нас был пик 2017 года сейчас его практически незаметно и после этого скорость и количество установки возросло на данный момент мы кратно превышаем значение 17 года и как мы видим чем больше банкомат у нас установлена тем выше цена биткоина и эти графики ходят параллельно вот например скорость установки этих банкоматов как только мы находимся в медвежьем рынке скорость установки банкоматов также снижается и каждый месяц их устанавливают все меньше как только мы находимся на обычном рынке и установки банкоматов увеличивается даже сейчас имея коррекцию скорость установки банкоматов также идет вниз можно понаблюдать за этим графиком и когда мы увидим что последующий столбец последующий месяц будет выше предыдущего это будет очередным знаком того что мы разворачиваемся идем наверх в плане цены давайте снова поковыряемся в чужом кошельке снова у нас третий топовый кошелек что-то приобрел 25 числа обновления на этот раз чуть поменьше но все-таки плюс 105 битков данный кошелек себе купил по-прежнему ничего не продает по-прежнему откупает падение и вот например на двенадцатом кошельке также замечено изменение 25 числа это изменение связано с продажей 0 0 5 биткоинов но это сущие копейки по сравнению с тем что он купил в ноябре за 22 число у него просто куча крупных транзакций 157 169 64 800 в общем данный кошелек тоже затаривается при этом он также не идентифицирован и не связан с биржами а что у нас тут у богатых кошельков эфириума за 24 часа если были какие-то снижения то совсем небольшие вот 4 кошелек хорошо прибавил остальные стоп-10 имеют незначительные изменения давайте посмотрим 4 кошелек и за 24 часа он увеличил количество эфириумов плюс сто процентов то есть в два раза увеличил количество эфириумов также плюс 45 процентов манаде централэнд бат приобрел плюс 23 процента как и грейс кейл кстати тоже купили ману и бат и давайте пробежимся еще несколько новостей посмотрим adidas станет партнером бирже coinbase они написали в твиттере мы сотрудничаем с coinbase то есть никаких подробностей в каком плане они сотрудничают многие уже начали предполагать в твиттере что это будет как-то связано с дизайном какие-то и нафтишки будут изображены на новых дизайнерских кроссовках другие же задают более важные вопросы спрашивают можно ли будет теперь покупать их продукцию за крипту на что конечно же adidas молчит я думаю если все-таки они начнут принимать крипту на своем официальном магазине это даст хороший толчок для роста цены так как компания с мировым именем официально признает криптовалюту еще одна новость про coinbase они выкупили разработчика кошелька by rd разработчики там не меняются состав остается все тот же просто они будут теперь продолжать свое дело под руководством coinbase вот так вот выглядит сейчас этот график у них уже была попытка отскока объема уже были но теперь когда официально объявили о покупке их стартапа coinbase поэтому судьба у них сложится намного намного лучше чем до этого но если по структуре это же была первая волна 2 сейчас мы видим третью и сейчас было бы логично увидеть снижение в коррекции и оптимальная зона это коррекция находится на уровне 107 да и кстати уже сюда по лому сходили да вот зацепили поэтому минимальную зону коррекции они уже выполнили не факт что коррекция завершится и сейчас прямо пойдем наверх ну а если пойдем то следующие цели роста это минимум у тебя предыдущий пик то есть на цену примерно в 1617 но это by rd вернется еще пару новостей про собачьи монеты официальный аккаунт шиба и ну в твиттере опубликовал загадочный клип демонстрируются какие-то лампочки загораются одна за одной прожекторы светят и видно буквы w и еле-еле собачка какая-то косточки чтобы это могло значить очень даже похоже на какой-то анонс предстоящего проекта с учетом того что скоро у нас завершается здесь коррекция оптимальная зона находится в районе до фига 0 и 3 но можно завершить и пораньше тем более мы видим вот такие отскоки уже рост небольшой объемов дивергенции имеется вполне вероятно события анонс которого они сейчас вот выкатывают может подтолкнуть шибу к дальнейшему росту пока здесь также нисходящее движение прогноз по данной монете все еще прежний еще одна новость про дуги coin это связано с илоном маскам и с большими шортами этой монеты они достигли рекордно высокого уровня и шибитоши на кому-то ответил на это все дело написал что доллар вообще ничего не значит илона маска это конечно же понравился он двумя огоньками отметил это а если же смотреть на график доги коина что мы здесь видим в последний раз мы смотрели и увидели эту монету в коррекции она продолжает сохранять уровень в районе 02 очень похоже на накопление после которого логично было бы ожидать рост это минимальная зона пятой волны мы видим понижающийся х и повышающий сила и здесь нет каков-то явного нисходящего тренда больше похоже на коррекцию в 4 волне и по мне так здесь дорога наверх либо из треугольника мы сразу выбьемся и пойдем на достижение ранее отмеченных уровней и бы вы и днем вот этот мой дорисовав волну c и затем уже наверх ну давайте посмотрим остальные графики bitcoin у нас все на тех же уровнях но зато прибавил и вырос достаточно неплохо сейчас мы на часовике пытаемся пробить скользящую среднюю двухсотку весь нужно понаблюдать если закроемся выше нее это будет хорошим знаком здесь мы имеем дивергенцию где был перелой здесь все ближе и ближе похоже на разворот вообще если серьезно если кто-то боится остаться без биткоина можно брать хоть с текущих и расставить лимитники 100 путь сюда вот долбануть и ждать роста потому что здесь что-то такие уже необычные движения намечаются это не отменяет тот факт что можем еще снизиться до ранее отмеченных уровней но эти уровни ждут многие их могут просто не дать потому что минимум то уже выполнить структуру уже есть отсюда можно формировать рост давайте посмотрим что у нас здесь по монете элис изменилась чему я ее отметил а все потому что здесь мы увидели объемы в прошлый раз я говорил что возможно полетим вниз но здесь все-таки начали появляться объемы индикатор также начал показывать переход предыдущих показателей и все-таки я здесь предпочитаю вернуть ранее отмеченную структуру я монету по-прежнему держу нет трейлинг стопы но вот такая структура если мы будем формировать дальше третью волну для у действия тренда кстати есть по которой мы сейчас неплохо так отрабатываем наверх было бы здорово для начала и пробить и закрепиться выше монета флоки смотрел я вчера матч спартак на поле рассматривал я всю форму у напали но так собачек я не увидел предыдущий хайд достигли его даже пробили наверх и после этого видим откат вниз история монеты достаточно слабенькая небольшая но можно было сказать что здесь был pump и все идем на дно но с учетом того что сейчас у них идут огромные вливания в рекламные кампании я думаю не зря они это делают и нормальный pump у них еще впереди единственное нужно дожидаться когда вот этот нисходящий тренд завершится когда мы его пробьем и тогда уже можно будет рассматривать эту монету снова в ланге на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачной торговли и счастливо